В дни осенних праздников руководитель филиала фонда «Стмеги» в Израиле Роберт Абрамов собрал лидеров общины на традиционное израильское мероприятие «Аромат Косит», что в переводе буквально «Поднятие бокалов». Мероприятие проходило в помещении Иерусалимского института Яд Ицхак-бен-Цви, а в качестве почетного гостя был приглашен новый министр абсорбции Зеев Илькин. Перед началом основной части торжества у собравшихся было немного времени, чтобы поговорить о насущных проблемах и поделиться планами на Новый год. Атмосфера царила праздничная, хотя было абсолютно очевидно, что всех волнует один вопрос – как сложится судьба Кавказского проекта, срок действия которого заканчивался в октябре-ноябре этого года. Ясно это было и новоиспеченному министру. Мероприятие 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 в должность мы с вами не говорили с того момента и во-вторых удалось ли вам за это достаточно короткий период войти в дела министерства разобраться во всем и понять проблемы допустим вот кавказской общины ну я думаю что во многом удалось потому что я не мог сказать про себя что нужно сто дней чтобы изучить новую для себя область я этой областью абсорбции занимался очень много лет как еще с момента приезда в израиль и поэтому очень многое было знакомо с другой стороны человек который говорит что он все понимает обычно это значит у него большие проблемы поэтому я не беру сказать что я все знаю сегодня понимаю но я уже много знаю понимаю чего я еще не знаю что мне нужно узнавать а это главное скажите вот проблема что через несколько месяцев заканчивается вот этот вот проект заканчивается бюджет можно ли уже сегодня сказать что не совсем заканчивается и будет какое-то продолжение несомненно я принципиально считаю что министерство не может перестать работать сообщение выходцев из кавказа в рамках специальных проектов что именно каково должно быть наполнение эта тема для серьезного размышления я надеюсь что после праздников мы всерьез займемся этим и в министерстве и естественно в диалоге с представителями общины спасибо ну и поздравление с новым годом нас видит весь мир по крайней мере горские евреи во всем мире нас будет видеть спасибо большое и с новым годом всех тех кто нас видит я поздравляю всех евреев евреев израиля представители еврейской горской общины и естественно перед нами очень много задач много работы скучно нам не будет и ответственность у нас у всех очень большая а а а Субтитры создавал DimaTorzok